механайз здесь какой-то облом слушайте вышел у меня с экзоскелетом я думал здесь сидит торгаш у которого можно сделать заказ а его здесь нет давайте мы тогда сейчас поспим сутки не 12 часов поспим и потом поднимемся туда сейчас 9 ночи давайте поднимемся теперь к нему а его нету при любом раскладе его нету при любом раскладе вот так вот ну что же или идем к бармену покупаем еду как говорит работа торговли еды у тебя нет а что интересно кого-нибудь стола может тащить вот отлично вот отлично стащили сейчас мы поспим может быть усы часть еда торговля нет у тебя только оружие да у тебя не будет глушители и мне ничего у тебя не нужно у меня есть пока лучшее оружие для стрельбы для постоянной стрельбы из доступных из возможных и кроме вот этого к нему патронов не найдешь вот это то же самое а остальное пока из возможных я тоже самое не буду смотреть даже нет никакого смысла 6 кпк в них может быть что-нибудь полезное нет я пока придержу эти кпк у себя не жалоли ну так что друзья что друзья понял я маршрут немного результаты опроса я учитываю и примерный маршрут я для себя спланировал то есть мы пойдем через путепровод припять 1 затем мы идем мы наверное посмотрим где мы выйдем в зависимости от того где мы выйдем мы пойдем в лабораторию x8 то есть мы выйдем где-то здесь в лабораторию x8 после лаборатории x8 мы чтобы пройти игру до конца что получить логическое завершение этого мода нам нужно будет обязательно зайти в гостиницу полесье там лежит декодер от от тайной двери в в час перед саркофагом то есть это гостиница полесье это из тени чернобыля обязательное условие прохождения игры напомню всем кто еще не смотрел это мод зов чернобыля где объединены все три локации из оригинальных частей дарова мне нужна работа есть что на примете но инструменты тебе инструменты я я это знаю но я нет у меня инструментов пока для тебя дополнительные инструменты кстати вот тоже можно было бы сделать у лесника но я не сделал этот апгрейд этот апгрейд не сделан сейчас делать нечего вот этот шкафчик ящичек ящичек мы сбросим тебя сюда или до даянного дойти нет даянного не пойдем вообще мы туда не пойдем сейчас все равно ночь или дойти до станции янов давайте мы вначале поспим а потом пойдем о ну что расскажешь да ничего не расскажу торговля а вот они и бинты купить выход пока мы сейчас спим до 6 часов утра 6 утра вот эти косметические действия у меня вышли сохранение я не буду проверять обновились ли у тебя товары встречают меня лучики света посмотрите красиво красивые встречают меня свет так управление карту мы сейчас поставим поудобнее себе кпк 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 мы поставим на и применить продолжить чтобы все было под рукой шикарно шикарно отлично так ну в окрестности юпитера соответственно так выстрел был явно по мне ну и бог с ним мы идем к окрестности юпитера и дальше путепровод припять здесь где-то был контролер ну просто не могу не остановиться и не посмотреть на этот вид на этот пейзаж я просто не могу не остановиться ну вот просто просто потому что контролер кау и контролер кровосос кабаны красиво все очень красиво ребята все очень красиво солнечные лучи наверное чистое небо она будет самой яркой самой контрастной частью то есть очень яркие краски очень яркие цвета остальные части они более темные более мрачные более тяжелые стоп-стоп-стоп это был солдат группировки монолита он шел с подствольным гранатометом кольт у этого кольта урон больше чему мы его возьмем откуда он здесь вообще взялся одиночный солдат монолита там есть собаки опробуем на собаках мое новое приобретение опробовали оружие выглядит красиво в руке сидит удобно стрелять из него приятно старый заброшенный завод но что-то слишком много выстрелов в последнее время слишком много людей развелось давайте пройдем подойдем сюда и посмотрим кто здесь ведет огонь компас показывает мне одного врага пройдем по заброшенному комплексу мне всегда нравились эти заброшки вот эти вот таинственные заводские заводские до свидания не будем тратить на тебя время заводские комплексы заброшены мне всегда очень нравились я попробую летом где-нибудь побродить записью с камерой там путь по за по заброшкам все дела я вижу нехороших парней судя по всему это бандиты это бандиты которые меня еще не обнаружили виден край карты вдалеке виден край карты у меня глушитель и могу ли я что-то с тобой сделать я же стреляю по вам а ну и да два трупа вот так вот они меня и видят их там еще двое отспавнились да отреспавнились господа пять бандитов вот на этой точке я наверное никогда не был играя в зов припяти какое у тебя оружие непонятно а или это только зомбированные здесь нет и бандиты отспавнились только что причем ну хорошо собираем собираем урожай опять у меня начался сбой урожая бинты еда и кпк отлично поели лишнее выбрасываем это 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 разрядить и выбросить это пока оставлю да и ты тебя выбросить ты мне тоже не нужен ну-ка 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 край край карты их зря спустился хотел посмотреть на край карты что он из себя представляет не могу пойти дальше а просто вода убегающая вдаль вот как себя представляется край карты туда пойти я не смогу было бы интересно посмотреть с холма вот они пусты и стоп все блок вот он блок то есть локация карта то огромная на самом деле но побывать мы можем не во всех местах а можно было как-то заполнить пустые места наподобие фоллаута четвертого каждую каждую дырочку заткнуть чем-нибудь то есть какой-нибудь интересной пасхалкой интересной вещью находкой чем не будет попытаться заполнить вот эти вот места пустые домик лачуга камешки костер какая-то баночка смайлик что-то что-то хотя бы просто бутылку водки бросить где-нибудь или какой-нибудь труп умерший как-то странно чистый подствольный гранатомет который использует вот эти снаряды ну наверное я не буду смешивать отбирать вот этой игрушки таскать с собой оружие которое стреляет точно так же я не буду делать карту эту я совершенно здесь не проходил не изучал но и сделать делать здесь особо и нечего я сюда шел специально только ради заказа у шустрого там по-моему сидит персонаж персонаж шустрый который был во всех трех частях сталкера в тени чернобыля мы его спасали на атп от бандитов в чистом небе он сидел в лагере чистом небе он сидел тоже там помогал заказы покупать у него информацию о флешках можно было и в зоне припяти он сидел на третьем этаже на скадовске туман раннее утро 8 часов туман на мосту идут нет парень не глянете тут уже моя работа вы ничего не найдете какое у тебя оружие у тебя пулемет хороший пулемет кстати что если хочешь поговорить так пушку опусти и подходи нет говорить я с вами ребят не буду мы тихонечко пойдем туман темно как красиво мы все таки зайдем сейчас на станцию янов мы посмотрим вещи посмотрим какую нибудь может быть новые предметы появились в продаже если что-то появилось мы покупаем и идем дальше путепровод путепровод припять храним сохранение keep saving двое время стекло freedom свобода видимость несколько десятков метров кто-то меня обнаружил слышны рычание тушканов по кому они стреляют кого-то они убили там ну ладно через карьер станция янов ускоряемся бежим красиво я думаю красиво только что вот вот там артефакт если я правильно все понимаю идем за ним был всплеск или это просто был всплеск но мне кажется это был не просто всплеск это был артефакт таким защита у меня есть да вот он артефакт вот он соколик химзащиты у меня нет но мы видим ядовитое испарение и пытаемся их обходить вот он вот он вот он оп что это восстановление здоровья плюс 2 защита плюс 8 восстановление здоровья плюс 2 у меня идем прямо по центру этой кислотной аномалии прямо по центру мы идем на станцию янов немножко корректируем маршрут вышли смотрим инвентарь сколько ты радиация плюс 3 радиация минус 3 радиация минус 3 радиация минус 3 там кто-то стоит там кто-то стоит или кто-то идет зомбированный 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 вы обращали когда-нибудь внимание на то что говорят бормочут зомбирование зомбированные в этой игре обращались обращались обращали послушайте когда-нибудь или просто найдите на ютубе они шепчут что папа скоро вернется доченька подожди и очень-очень атмосферные фразы что скоро весна что скоро все закончится скоро я пойду домой и все в таком духе но мы одновременно понимаем что никогда он не пойдет домой и для него уже все хорошо никогда не будет так так подходи новинки торговля арим набор оружие а это швейный набор чтобы восстановить броню но и у тебя нет ничего с того что мне нужно бинтик только вот эти 126 тысяч хорошо Сколько у тебя вот этих патронов? Мало, всего лишь 40 Всего лишь 40, но это топовые патроны Для топового оружия 40 стоит 5000 Чтобы купить эти патроны нужно очень много денег И не везде ты их еще и найдешь Так, что мне взять с собой в путепровод Припяти? Потому что место там, как я понимаю, очень опасное, серьезное Можно взять вот эту штуку, которая неимоверно сильна Или вот эту, какая из них лучше? В принципе, я не вижу особой разницы Складываем Нет, потащу и выброшу Они одинаковые, по сути Только это красивее, по-моему А нет, здесь прицел дурацкий Отсоединить прицел А что, не наденется на тебя прицелчик-то вот этот? Наденется? Сейчас мы тебя еще и починим И мы с тобой пойдем Крутое оружие Ладно Не возьму ничего Пойду голышом абсолютно Пойдем абсолютно голышом Только починим его сейчас Только сейчас починим его Ремонт модификации Ремонт Да Отдача Да Емкость магазина Да Ремонт Да Ремонт Да Ремонт Да Пока Бай Выброшу Вот этот маленький гранатометик Выброшу пистолет Все Все Готов ли я Готов По зову Припяти Это малоприятное место Очень малоприятное Ввиду того, что Ты постоянно печешься О своих спутниках Зулусе Вано Лейтенанте Соколове И Монолитовце-бродяги Ты Особенно на сложном уровне сложности Ты постоянно пытаешься их защитить И приходится по нескольку раз даже игру перезагружать Пытаешься бежать впереди них Убивать монстров гораздо раньше, чем монстры убьют твоих спутников Но все равно это очень трудно и приходится перезагружаться Заберем одинокого зомбированного Подумал на миг, что это Слендермен ходит Я не фанат, не поклонник этого Слендермена Просто К слову Вот просто я Слышал Что есть такой персонаж Он приходит в тумане Персонаж ужастиков Персонаж ужастиков приходит и убивает Выходит из тумана Я ничего про него не знаю И меня он не интересует С крутым оружием ходил Псишторм, по-моему, ребята Да, нет? Да, Псишторм, сирена Мне нужно сейчас где-то А нет, выброс Успею я добежать туда? Давайте попробуем Я добегу туда и уйду в другую локацию Я должен успеть добежать до путепровода Благо он уже рядом Заодно полюбуемся на вот эти красоты Разрывающего воздух и небо и пространство Негативной энергии Радиоактивной пыли Злости, ненависти Боли погибших душ Которые вылетают из Чернобыльской электростанции Вся эта ненависть, боль и страдания В совокупности с Пагубными воздействиями Радиоактивных частиц Все это вылетает Наружи Я уже почти рядом, но И выброс вот-вот начнется Крюк сделал Вот так Здесь меня ждут зомби Не пускают меня Я помню фразочка Еще одна должна быть Что выброс вот-вот начнется Ищите укрытие, ребята Пока ее нет Хорошо Еще двое Я должен успеть, я думаю Я думаю успею Не буду тебя трогать даже Давай-давай-давай Устал, бедный Давай-давай-давай-давай-давай Да Путепровод Припять Часть главных персонажей Чистого неба Может рассказать интересные истории о себе Это поможет вам собрать Воединоин сведения о том Как группировка выжила После события чистого неба Сохранение Путепровод Припять Атмосферное место Особенно сейчас Оно было Очень атмосферным и в зове Припяти Но сейчас, когда ты здесь один Когда нет у тебя спутников Которые вечно болтают И мочат шуточки Ты здесь один В этом темном Мрачном коридоре Страшном и ужасном Неизвестно, какие монстры Могут здесь находиться Нужно быть очень осторожным Что это, куда это? Это место для вагонеток Для вагончика Писали, что могу здесь набрать Много монстров Много частей монстров Это Снорки Говорит о том, что здесь Тварей хоть отбавляй Тишина Только мои шаги И где-то Вдалеке Иди сюда Хорошо Пошли денежки На заработках На заработках Радует то, что я здесь Один Не нужно заботиться О своих напарниках Которые убивают друг друга Не монстры убивали их Они сами себя убивали Вот он, этот коридор Вон там Посмотрите на этот темный коридор И приведите мне примеры Где есть подобная атмосфера Вот такая атмосфера Как сейчас Не какая-нибудь там бродилка Где ты не можешь Ни стрелять Ни бить А можешь только убегать И прятаться в шкафчиках А стрелялка-шутер Вот с такой же атмосферой С таким же мрачным коридором Страшным И таинственным Я здесь Первый раз Вот в этом коридоре В зове Чернобыля Я первый раз Я слышу тушканчиков На тушканчиков Какая скорострельность Колоссальная Огромная скорострельность Выпускает просто порцию Порцию патронов А кстати Кстати Посмотрите Посмотрите Автоматик-то целенький И патроны к нему есть Достижение Охотник на мутантов Посмотрите В этом моде Реализовано Получение достижений Кто-то меня видит Ну какие монстры Могут быть еще Контролеры Химеры И бюреры Вот он Всех Список монстров Ну еще и зломы Но мы с ними встречались Там большая аномалия Некомфортно себя чувствую В центре Хочется забраться Куда-то Повыше Забраться Чуть повыше Еще раз просто Постой Постой Посмотрим Ты же Под три Стреляешь Нужно Прожимать Мышку Просто вот еще раз Посмотрим На этот коридор На эту атмосферу Страшный Черный коридор Капает вода Где-то С потолка Со стен Что-то гудит За стеной Что-то за стеной Загудело Что-то зашумело Какие-то металлические шумы Но что это могут быть за шумы Если давно все заброшено Кто может издавать эти шумы Кто или что Не пройти Не пройти никак Только с помощью болтов Единственный путь Который Вано указывал В зове Припяти Мастер прохода Через аномалии Малейший шаг Влево-вправо И получаешь Болтанку получаешь Стоп Стоп-стоп-стоп Возле машины Лишь бы сейчас Не выпрыгнул Никто из меня Из меня На меня Прошли Обрушившиеся своды Засыпанный тоннель И большая радиация Аккурат Быстрые тушканчики Двое В таком месте И нужно ходить С глушителем Чтобы не привлекать Никого Не делать лишний шум Куски тела Тушканчиков Слишком дешево Я их не подбираю Идем дальше Идем дальше Снорки 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 где же ты был где же ты был снорк в зове припяти они прыгали снаружи снаружи сверху ох ты хорошо хорошо еще слышу еще темной мой фонарик не добивает ни докуда прибора ночного видения у меня нет запрыгнуть на платформы не могу много их много увидели меня увидели они там бегают сами по себе сагрим их немножко на себя так ко мне не идет ареал обитания у них там и они ко мне не пойдут ну хотя бы одного убил и они сместились я подошел и они ушли и они ушли посмотрите-ка я подошел и они отбежали беги этот ползал еле живой ну что лутаем лутаем так хорошо тушканы слишком дешево подбирать их не надо а вот там видны здания припяти я подхожу к припяти была засада здесь монолита в зови припяти туда идти туда идти смысла нет там не будет ничего теперь коридор открыт и теперь засады не будет здесь уже проходил майор дегтярев и навалил здесь кучу монолитовцев вон она припять вон они дома а это путепровод под припять метро подземка если можно так выразить вижу цели это зомбированные это зомбированные ребята храним сохранение кипсейвинг первый вечно бродят в этом коридоре и всегда будут спускаться в этот коридор много выбрасываю 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 да еще один наверху и еще пятеро я ходил с дробовиком патроны пригодятся давайте возьмем дробовик так ух ты еще четверо еще четверо и выход совсем рядом идут вау ты много в себе несешь отлично выбросить 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 теперь попаду еще три поставить последний путь будет свободен Отлично. Отлично. Всех обшмонаем, все равно уже почти выход. Тебя оставим. А ты сломан. Выбросить. Ну-ка давай с тобой походим. Мне понравилось, как ты стреляешь. Интересный автоматик у меня был такой. Зомбированный военный КПК. Последний зомби. Оттечка и выход на поверхность Припяти. Посмотрим сейчас, в какой локации мы окажемся. Что касается! Там приходится. мы оказались в припяти там же где и оказался майор дегтярев все правильно тот же самый маршрут но почему так темно почему так темно все